Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Андрей Петрович Борисов, руководитель Центра помощи зависимым Андрея Борисова. Он является психологом и автором книги «Выжил, чтобы рассказать», в которой описал собственную историю борьбы с наркозависимостью. Здравствуйте! Давайте начнем с того, что сейчас большое внимание уделяется реабилитационным центрам. У вас также есть реабилитационный центр. И все это связано с тем, что в конце октября умер Дмитрий Марьянов, известный советский и российский актер, телеведущий. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Что сейчас происходит в реабилитационных центрах? Действительно ли к ним приковано острое внимание Минздрава? Да. Первое, что хотел бы начать, это выразить тоже свои соболезнования по поводу потери такого замечательного актера, который тоже любил, уважал, смотрел фильмы, сериалы. Эта смерть больше в реабилитационном сообществе принесла некую такую смуту, переполох, потому что, конечно, лицо известное, знаменитое. А что же там случилось? Почему он умер? Вам известно? Ну, участвуя в этих тоже многочисленных ток-шоу, разборках, общаясь с руководителем того реабилитационного центра, основываясь на доказательствах Министерства здравоохранения, взятых анализов и установленных причинами смерти, все-таки это была второстепенная проблема, отрыв тромба, который стал причиной как раз смерти Дмитрия Марьянова. Ну, если разобраться, он, получается, все-таки был зависимым человеком, отправился лечиться, никто его не заставлял, он добровольно, естественно, попал в это место, но ведь многие люди вообще не попадают в реабилитационные центры, и смертность действительно большая, да? Да, трудно утверждать, что он был алкоголиком, или тем более наркоманом, но по тем фотографиям даже, которым показывают, тиражируют в средствах массовой информации, в принципе, любой специалист может сделать определенный вывод, что проблемы, как минимум, с алкоголем точно были. Показывается эта сторона, что умер человек по дороге, скорее всего, в медицинское учреждение после того, как произошло ЧП, там, отрыв тромбы, и люди, сотрудники не медицинского, а психосоциального реабилитационного центра, увидели физическую проблему, обратились в скорую помощь. Все мы это увидели как ЧП, произошедшее в рамках прохождения программы реабилитации, но нигде не тиражируются и нигде с утра до вечера не рассказываются и не делаются скандальные истории на том, что каждый день в наркологиях, каждый день в наркологиях, каждый день по дороге в наркологии, каждый день из наркологии по дороге в реанимацию, каждый день на улице, на вокзалах и в притонах умирают от наркотиков, И в медицинских учреждениях, поставлю восклицательный знак, и в немедицинских учреждениях заболевание смертельное. Люди постоянно умирают от этой болезни. И это очень грубо звучит, но это нормально. Ну и сейчас, в общем-то, уже на протяжении недель происходит прессинг, так скажем, реабилитационных центров. Что от них и кто добивается вообще? Как это все выглядит? Проверки идут или как? Сегодня можно реабилитационный центр оценивать примерно так. Вот, вы помогли моему сыну, вы хороший реабилитационный центр, не помогли, плохой. То как должны помогать реабилитационные центры? Критериев сегодня еще ни Минздравом, ни правоохранительными органами не выработаны. Есть какие-то общие стандарты, которые рекомендуются соблюдать. Ну и понятно, в рамках закона, что нельзя бить, насильно удерживать человека. Но если все специалисты понимают, что зависимость – это заболевание, которое управляет человеком, и человек на жуткой тяге, она происходит после снятия абстиненции в медицинском учреждении, когда человек попадает в реабилитационный центр, у него обостряется жуткая тяга. Тяга – это как дикая страсть. Человек хочет употреблять, он не видит преград, он никого не слышит, ничего не хочет знать, понимать, он хочет взять наркотик или водку и начать ее принимать. В этом случае как удерживать человека? Вот часто люди думают, что там наручниками бьют и так далее, но я знаю, что ваши центры имеют другие методики, и как раз исходя из закона нельзя, да, нарушать какие-то границы личные и ударить человека. Зачем вы удерживаете, объясните, допустим, родители часто не понимают, и какими методами? Вот, допустим, человек сказал, я хочу уйти сегодня же, что вы с ним делаете? После того, как у человека происходит процесс срыва, мы его видим, он подходит и пишет заявление на то, что он хочет покинуть реабилитационный центр. И чисто формально мы, как один из алгоритмов проработки вот этого психологического срыва и желания человека вернуться назад и начать его потреблять, мы как бы заключили такой конструктивный договор о том, что хотя бы три дня он официально и по собственному желанию не покидает реабилитационный центр. Естественно, за эти три дня мы включаем все инструменты психологического влияния, можно грубо говорить давление, но давление именно над болезнью, давление на зависимость. Задавить ее, чтобы проработать, чтобы человек не сорвался, потому что они говорят, что там забыл гараж закрыть, кошку покормить, у меня жена, дети ждут, это все вранье. Некая вторая составляющая больного «я» тащит его назад употреблять, рассказывая здоровому парню или девчонке о том, что «я уже все понял, у меня все хорошо, мне нужно домой, я здоровый», на самом деле это и есть тяга. Ну а все-таки почему лучше реабилитация, чем клиника, лучше дом с решетками, чем клиника с решетками? В клинике же врачи, в основном, имеющие медицинское образование. А если брать реабилитацию, то в большинстве своем там консультанты по химической зависимости, также которые когда-то выбрались из этой зависимости. Но я не беру в расчет психотерапевтов, которые также приезжают. Хорошо, что сегодня наконец стала актуальна тема реабилитационных центров. Раньше вообще не знали об этом, либо считали, что какая-то либо секта, либо вообще непонятно, какие-то кружки там странного характера. И естественно, в менталитете наших еще взрослых родителей лечение наркомании заключается в халате, враче и в клинике. Это обязательная составляющая начала лечения наркомании, потому что начинают лечить наркоманию и алкоголизм с снятием абстиненции. Алкоголь и наркотики – это яды, которые находятся в нашем организме и вызывают биологическую ломку, похмелье и так далее. Поэтому первым делом, конечно, начинается лечение наркомании и алкоголизм с снятием абстиненции. И человек психологически не может ни о чем думать, когда ему плохо зуб болит, если даже брать такой пример. Но как только добрый врач-нарколог-доктор снимает абстиненцию, снимает физиологическую боль, просыпается то, как раз та основа и та причина, почему он это все делает – тяга. Зависимость, она процветает, доза сбита, организм очищен. То есть в больнице психологическую проблему не излечится? Да, наркологи занимаются наркологической помощью. Наркологическая помощь – это вывод токсинов из организма, больше медицинского лечения. Да, в некоторых случаях снижается тяга. Ну, после того, как очистится организм, даются какие-то препараты. Но человек должен научиться без психоактивных веществ жить. И как раз для этого и на сегодняшний день в мире существуют реабилитационные центры психосоциального характера. Потому что уже порядком 100 лет, как работают программы анонимных алкоголиков, наркоманов, которые доказали колоссальный процент эффективности выздоровления зависимых. За счет чего? За счет больше терапевтического сообщества. То есть после медицинского лечения человек попадает в реабилитационный центр, где путем терапевтического влияния сообщества человек получает помощь. То есть он попадает к таким же, как он, зависимым. И те личным примером, и через определенные программы, психосоциальные программы, они его, грубо говоря, побуждают начинать качественно трезво жить. У многих есть такое мнение, что в таких реабилитационных центрах, в домах, где люди живут, на самом деле проповедуют другую религию. Говорят о том, что это секта. Или также глубоко углубляются в православие. Есть ли какая-то реальная помощь в зависимости от религии, от той же? Или вы не придерживаетесь такой тактики? Как у вас в центре обстоят дела с этим? Если говорить про наш реабилитационный центр, то наша программа более с комплексным подходом. И мы ее называем больше социального характера. Наша задача – помочь человеку разобраться со своей проблемой, получить информацию, восстановить психику свою, и плавно, социально адаптировать его, вернуть в социум, обратно помочь стать полноценной ячейкой общества. И что касается религии, по желанию, наш центр находится в поселке Солоча, по желанию ребята посещают только православную церковь. Что касается финансовой составляющей, ведь с новыми реабилитантами необходимо много работать, и на протяжении месяцев должен кто-то их кормить, как-то они должны одеваться, жить вообще в этом доме. Все это в копеечку вообще обходится родителям, наверное, близким. Какова цена выздоровления сейчас в среднем? От и до? Ну, опять же, мы сегодня говорим о том, что существует много различных реабилитационных центров, и цена как раз и зависит от качества предоставляемых услуг. Тот реабилитационный центр в виде коттеджа, он арендуем и дорогооплачиваем организации. То полезное питание, которое предоставляется в реабилитационном центре, оно тоже стоит денег. Те психологи, которые работают с нашими пациентами, с реабилитантами, они, конечно, берут хорошую зарплату, если мы хотим хороших психологов. Все это складывается в определенную сумму. Хочу так сказать, что, зная работу колл-центра, зная, в принципе, все реабилитационные центры, которые у нас по стране есть, что стандартные относительно качественные реабилитационные центры с хорошими программами, стоят в пределах 35-40 тысяч рублей. Все, что ниже, это просто уже более низкого качества программы реабилитации. Это уже проще дом, проще условия, проще питание, проще специалисты. Потому что многие ребята ко мне обращаются и говорят, возьми меня бесплатно, я буду работать. Я говорю, если ты будешь работать, то кто с тобой будет заниматься? Есть же определенная программа, которая дает этот положительно эффективный результат сохранения твоей трезвости. То есть, это как взять любую услугу, любой продукт. Чем дешевле, не ожидайте получить качество. Но ни в коем случае нельзя опускать руки. И я так хочу сказать, более социальных реабилитационных центров, которые там могут стоить в порядке 15-20 тысяч, они иногда даже дают более качественные результаты. Хочу обратиться как к зрителям, чтобы они не обращали внимания, не искали причины, вот, дорого или дешево. Чтобы они звонили и обращались за помощью на основании той возможности, которая у них есть финансовая. Вот сегодня я слышал консультацию, она говорит, если я сейчас возьму кредит нашего сотрудника, консультировала одну маму. И она ему говорит, если я сегодня возьму кредит, мне завтра не на что будет жить. Он говорит, ну, вы скажите приемлемую для вас сумму. И она говорит, да, 15-20 тысяч для меня нормально, чтобы не брать кредит. Он говорит, не берите, завтра мы его отправим, подберем нормальный реабилитационный центр, где он будет проходить хорошую реабилитацию. Хорошую реабилитацию. Там много ребят прошли через нее, получили хорошую трезвость, новую жизнь. Я надеюсь, что сегодня многие это все увидят и поймут что-то для себя, может быть, кому-то действительно поможет. Напоследок, хотелось бы все-таки спросить об официальных документах, уже завершая начатую тему, что вот сейчас проверяют действительно реабилитационные центры. На основании какого закона вы действуете? Есть ли лицензии? Опять возвращаясь к тому, что на сегодняшний день критерий реабилитационных центров законодатель ни Минздравом, ни правоохранительным органом не выработан. Основываясь на этом, речи ни о каких лицензиях, касаемых реабилитационных центров, быть не может. То есть на сегодняшний день есть такой рекомендованный реестр, собрав бумажки, в которые можно войти. Со своей стороны хочу сказать, что двери нашего реабилитационного центра всегда открыты, и мы сами даже провоцируем эти проверки, приглашая сотрудников правоохранительных органов, сотрудников Министерства здравоохранения, пациентов, клиентов, людей, которые ищут помощи для того, чтобы убедились в законности проведения этих реабилитационных процессов, чтобы убедились, что нету никаких насильственных действий не применяют, что хорошие условия проживания, что хорошее питание, что хорошее отношение. И наши специалисты всегда готовы тоже провести консультацию, рассказать, по каким программам мы работаем с ребятами. Отсюда и результат. Спасибо вам, Андрей Петрович, большое. Надеемся, что все проверки пройдут у вас действительно хорошо. И это также поспособствует крепкому здоровью ваших реабилитантов. Спасибо. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова